Ну, наверное, в 17 часов мы были под камерами, мы ели под камерами, мы тренировались, а все, что мы делали, нас снимали, круглосуточно, можно сказать. И справа вы уже видите меня, это, наверное, седьмой день прокачки после тренировки. И Лена получилась фотография. Итак, что нам дала Лена? Мы занимались по принципу табата. Лена – это новый такой интересный метод, интересный подход к тренировкам на жиросжигание. То есть эта тренировка, она позволяет максимально отработать, выложиться по полной программе за минимальное количество времени. И за счет интенсивной работы идет быстрое жиросжигание. Конечно, работа очень интенсивная, тренировка делится на три части. Это разминка, это основная часть и растяжка обязательно. Вот, выкладывались мы по полной, вариантов не было. Потому что, когда ты делаешь из последних сил и под конец тренировки, на тебя наводится камера, и ты уже хочешь вроде как расслабиться, но на тебя снимают, и ты не можешь не делать, ты просто продолжаешь. Вариантов нет. Мне вот что понравилось, люди были совершенно с разной подготовкой. Несмотря на это, все отрабатывали по полной. И потом мы пришли к такому выводу, если бы каждый в бизнесе работал так же, как мы работали на прокачке, все бы, наверное, были бы уже, ну, как минимум, исполнительными директорами. Поэтому проект, конечно, научил, и я думаю, что вас он научит, когда вы будете за ним наблюдать. Сейчас об этом поговорим. Научил выкладываться на 100%. И в тот момент, когда мозг говорит, что уже все, Алена, ты не можешь, там, это уже конец, ты отключаешь в этот момент мозг, и просто свое тело, когда оно не слышит твоих мыслей, оно продолжает делать. На вопрос, зачем вы и так были худенькие, тут как бы много можно ответить на этот вопрос, да, дело не в том, какой ты худенький, не худенький. Мы не худели, да. Компания показала нам образ жизни wellness, да, что wellness – это не просто пить коктейли, и будет вам счастье, да, там, как вот многие компании позиционируют, пейте наши коктейли, и ваша жизнь изменится, похудеете, и все будет классно. То же самое, как и диеты, да, пропагандируют, там, извините, не жирите, и будешь там худой, и все будет круто. Wellness – это образ жизни, да. Это тот образ жизни, который мы должны нести в массы. И компания, она еще раз показала, какой образ жизни мы должны нести в массы, какое видение мы должны раскрывать, да, то есть это не просто пить коктейль, это тот, какой ты образ жизни показываешь своей семье, своим консультантам, своей команде. Это образ жизни новый, как я вот сейчас говорю на презентации, образ жизни нового, успешного человека. Мы сейчас об этом тоже будем говорить. Это спорт, это правильное питание, это позитивное мышление, хорошее настроение, да, это успех, который ты делишься с окружающими. Так вот, тренировки по принципу табата. Табата – это каждый из вас может скачать на ютубе, вконтакте, везде, где только можно, можно скачать трек. Так он называется – табата. Значит, 10 секунд отдыхаете, 20 секунд работаете, 10 секунд отдыхаете, работаете. Идет отчет в этом треке, когда вы работаете, когда вы отдыхаете, и фоновая такая музыка, да. Вот. Когда табата заканчивается, она идет примерно 30 минут, вы уже делаете разминку, можно закончить легким бегом и так далее. Я сейчас с вами поделюсь, и, конечно же, я верю в то, что вы возьмете на вооружение все то, что сегодня я вам буду говорить. И самое главное в продвижении Wellness – это пропустить все через себя, потому что невозможно продавать коктейли и закусывать пирожком, кофеечек пить и закусывать пирожком. Невозможно продавать коктейли, да. Люди должны чувствовать, что это тоже ваш образ жизни. Для чего компания запустила этот проект? Для того, чтобы каждый консультант посмотрел и понял, что компания подразумевает под образом жизни Wellness, да. И мы на самом деле, кто-то говорит, я завидую тебе, что ты попала на такой проект, кто-то так не говорит, не думает, но на самом деле мы были подопытными кроликами, да, потому что, ну, вам не было бы интересно смотреть на каких-нибудь крутых звезд, которым компания проплатила и которые показывают, какие нужно делать упражнения. Людям интересно смотреть на реальных людей разного возраста. Да, вот Эль Шат из Баку, 49 лет, отец там четверых детей, Мадина из Казахстана, 35 лет, да, сортировый директор компании Reflame, там я, например, да, там моего возраста, люди посмотрят на меня. То есть компания собрала команду из десяти совершенно разных людей. И, кстати, на третий день нам сказали, что мы все, скорее всего, разругаемся, точнее, в первый день нам сказали, что, наверное, через три дня вы все будете делить, там, я не знаю, еду, драться за еду и так далее. Но мы сплотились еще больше. Это, знаете, у меня же мурашки, я говорю, у меня мурашки похожи, потому что действительно собрали всех таких классных, что мы до сих пор не можем разлучиться, у нас группа в WhatsApp, и просто каждое утро мы желаем друг другу там хорошего дня, мы делимся своими успехами, своими победами. Вот. Это, конечно, круто. Компания как чувствовала, кого нужно собрать на этом проект? Так вот, зачем каждому из вас эта информация? А сейчас вы можете пропустить эту вам прокачку через себя. Мы просто показали вам, что каждый человек, каждый из вас, какие бы у вас мысли сейчас в голове не были, реально это, нереально, там, кто-то говорит, у меня физическая подготовка не такая, кто-то говорит, да вот, у меня там проблемы, там, грыжа, не грыжа, ноги, не ноги, да. Понятное дело, нужно подбирать ту нагрузку, которая соответствует вашим показателям, да, но поверьте мне, люди были, вот эти 10 человек совершенно разные, и каждый отрабатывал по полной программе. Просто еще раз подтверждаю то, что когда тебя засовывают, извините за выражение, да, в такие условия, 12 дней ты живешь в замкнутом пространстве, и у тебя нет варианта оттуда сбежать никуда, не съесть что-то там, да, не, там, не знаю, с халявить, то ты хочешь, не хочешь, ты начинаешь работать. Возьмите себе это на заметочку. Короче, качаем табата и начинаем заниматься. Я вам сегодня дам пример тренировочки. Тренировки называется «Сотка сержанта». Ой, ну вот мы так тренируемся. В первом ряду всегда стояла специально, чтобы показали. «Сотка сержанта» – замечательная тренировка. Называется такой, девиз этой тренировки «Умри, но сделай». Значит, она включает в себя 100 повторений разных видов упражнений. Тренировкой можно это заниматься 1 раз в 2 недели. Она такая, как бы, ну, жесткая. Значит, что нужно сделать? Каждый из вас может это повторить. Может, повторить о домашних условиях. В собственном дворе выйти, да? То есть вот я после прокачки начала заниматься во дворе, и уже несколько человек ко мне хотят присоединиться, мои соседи. У меня такая даже идея появилась. Поднять своих соседей утром на прокачку, выходить вместе с ними. Представьте, сколько у вас соседей, которые стесняются, у которых нет знаний, у которых нет толчка. Возьмите, поднимите хотя бы своих вот вокруг вас, да? А даже не обязательно идти там в интернет, делать группы, да? Начните с тех людей, во-первых, начните с себя, и начните с тех людей, которые вокруг. Так вот, сотка сержанта. Прекрасная вообще тренировка, позитивная. 100 какалов, 100 приседаний. Только очень важно следить за техникой упражнения. Но отжиманий 100 – это слишком, да? Это я загнула, как бы, там, написала и не подумала. Отжиманий можно сделать 50. Вот, скручивание верхнего пресса, скручивание нижнего пресса. Можно делать, если вы в тренажерке занимаетесь. Есть такая, забыла, как называется, штука, когда ты локтями опираешься и поднимаешь ноги. Ну, если для вас сейчас сложно 100, да? Сделайте хотя бы 50. Все выдержит. Отключайте свой мозг. Понятно, что не нужно себя ушатывать. Как бы, да, сейчас сразу пойти себя и ушатать за первый день, да? Потом не встать. Планка, да, чередуйте с планкой. Подберите для себя нагрузку. Вообще, как бы, сейчас на сайте будут выкладываться наши упражнения. Вот что сейчас опять за мысли пошли в чате? Мне даже три раза не отжатся. Вы лидеры или кто, ребят? Если мы хотим прокачиваться и у нас есть хотя бы стимул к этому, да? Стимул, я думаю, красивое тело, каждый мечтает об этом. Отключайте. Вы не то, чтобы писать в чате, вы об этом даже думать не имеете права, да? Работаем над собой. Так вот, тренировка крутая. Кому кажется она сложной, значит, заходим на YouTube, вбиваем Елена Санджировская, высвечиваются разные ее программы, видео, да, по которым можно заниматься. С этим понятно, да, Санджировская, это супер вообще женщина крутая, подпишитесь на нее в перископе, потому что она настолько вот заряжает энергией, я не могу, я на каждом ее вещании в перископе захожу в 7 утра, в 8 там, в 10 вечером, все время только Лена, ну, в оповещение приходит, сразу же я в онлайне слушаю. Да, наш мозг даже не представляет, насколько, на что он способен. Представим дальше. Вадим Салманов, уже говорила, это просто уникальный бизнес-тренер, если честно, просто в шоке, где компания нашла Вадима, потому что он такой крутой профессионал этого дела. И опять же, идти в тренде. Перископ, это социальная сеть, которая уже 100 лет в обед, уже кто-то ушел даже с перископа, а мы еще не знаем, что такое перископ. Зайдите, почитайте, да, сейчас столько информации на ютубе, зайдите, что такое перископ и зарегистрируйтесь сегодня, подписывайтесь на меня, я веду онлайн-трансляцию с тренировок со своих, иногда просто веду, там, мне хочется пообщаться, я захожу и вот общаюсь, как раз и будет мне с кем поговорить, 229 человек. Значит, Вадим Салман, такая у нас команда, это последний день, кто-то начинает говорить мне, что нереально заниматься в 40-градусную жару, ребят, у нас в Ростове 40 градусов было на протяжении 4 дней, ребят, обруч не нужен, обруч до одного как бы места, да, ну извините, конечно, ну вот так вот Лена говорила, обруч лучше не крутить, он даже вредный. Так вот, мы с нашей командой волоспрокачки и на 40-градусной жаре занимались, да, и под палящим солнцем, ну камеры нас снимали, и вкусняшек нам не давали, и вот это последний день, почему я вспомнила про это, да, про жару, было, наверное, плюс 45 на солнце, и нам нужно было отснять последнее занятие с Вадимом, стекло ручьем просто градом, при том, что я не потею, да. Кстати, насчет тренировок Елены, человек, который не потеет, у меня майка была просто мокрая насквозь. Зайдите на ее ютубный канал, подпишитесь, посмотрите на ее тренировки, перепишите себе на листик, начните повторять это в домашних условиях. Самое главное, что вы можете без абонемента, без вложений начать заниматься дома, с детьми, как угодно, уже можете начать заниматься. Еще раз, вот эта фотография, это мы уже 40 минут на жаре просидели, и в конце решили еще сфоткать. Все возможно, если есть мотивация. Мотивация, это самое главное в нашей жизни, что есть. Если есть мотивация, то есть и результаты. Если вы не можете, вам кажется, что это нереально, значит, мотивации просто у вас не хватает. Вот. Итак, первая тема Вадима, это этикет. Внешний вид, да. Внешний вид, естественно, очень важен, особенно в нашей работе. Грамотная речь, да. Спокойная реакция на критику по хвалу, потому что часто нас откритиковали, мы расстроились, там еще пронегативили, либо, наоборот, обрадовались, крылья у нас распустились, корона на голове заиграла, да, и потратили много энергии, порадовавшись и, наоборот, на критику, да. Поэтому спокойная реакция на критику, на похвалу. Похвалили классно, но покритиковали хорошо, будем работать над собой. Я вам буду кратко рассказывать какие-то мысли, поэтому записывайте, фотографируйте слайды. определиться со своим стилем, да, потому что мода временно, стиль. Листаем дальше. Очень много моментов, вот у нас, я замечаю, у лидера париквейма хромает, то, что мы говорим, говорим, говорим навстречу, а человеку не даем сказать ни слова, да, интересный собеседник, это тот собеседник, который умеет слушать, и у нас часто, что мы герои на встрече делаем себя, да, то есть, вот я такая классная, я творим директор, я купила себе то-то, 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 а человек сидит в этот момент и не знает, что ему сказать, или ему, может, хочется, понимаете, сейчас такое время, людям хочется, чтобы о них поговорили, поделились, чтобы они какими-то своими проблемами, задавайте больше вопросов, вы должны слушать, вы должны задавать открытые вопросы, вы должны узнавать человека, и он на встрече должен быть герой, но не вы, да, если вы сидите на встрече, такая деловая бизнес-вумен, и у вас заиграла песня там какая-нибудь, люли-люли, опа-опа, да, какой бизнесмен с мелодией, с мелодией гули-гули, там, знаете, ача-ача, или как там песня, поэтому меняем все гудки на стандартный либо какой-нибудь хит, но чтобы он соответствовал с вашим имиджем бизнесмена. Ваша мимика, ваши жесты, выражение лица, улыбка, да, это все влияет очень сильно на результат встречи, на какие-то ваши переговоры, да, то есть Вадим, он мастер переговоры, поэтому улыбка решает, да, все проблемы открывает все двери. Почитайте книги по невербальным коммуникациям, как мимика влияет, какие жесты, то есть если вы хотите повлиять на человека, можно сказать, что мы с тобой понимаем, да, мы умные люди, обращайте внимание, да, на мои жесты, мы умные люди, и мы с тобой понимаем, что в наше время, трата-та, да, то есть показывать жестами, есть жесты, которые наоборот, там, например, я тебе предлагаю, да, там, и крест поставили, там, или что-нибудь вот такое, вот, да, оно не будет положительно влиять на результат встречи, вот, поэтому 55% результатов встречи, это ваш внешний вид встречает по одежке, к сажению или к счастью, вот, но не обязательно ходить из последних коллекций, там, дольше габана, просто сейчас есть распродажи, можно подобрать себе имидж, подобрать стиль, который подходит именно тебе, и который соответствует тому, как ты позиционируешь себя в мир, это, вот, листаем дальше, значит, харизма лидера, была тема очень классная, вообще, мне, наверное, она запомнилась больше всего, ну, вообще, мне, наверное, все темы запомнились, действительно, темы были классные, и вы будете на сайте наблюдать, наблюдать за этими как раз темами, каждую неделю будут крутить новую фишку, кстати, на этой неделе дали задание публичное выступление, все уже записали свое публичное выступление на видео и поработали над какими-то своими косичками, сделайте это обязательно, итак, харизма лидера, кто такой харизматичный лидер, да, то ли это какая-то магия, то ли это энергия, да, как становятся лидерами, становятся, рождаются, и становятся, и рождаются, естественно, но, естественно, для того, чтобы стать лидером в Арифлейм, нужна харизма, это, вы знаете хоть одного лидера, у которого нет плана на жизнь, на ближайшие, там, два-три месяца, полгода, пять лет, вряд ли, да, обязательно харизматичный лидер – это тот человек, у которого есть свой план, то, как он его достигнет, сроки и так далее, да, вы знаете хоть одного крутого харизматичного лидера, ну, я что-то не могу вспомнить, который, например, с огромным лишним весом, ну, вот в Арифлейм даже, все, по-моему, лидеры у нас спойняшки, да, и, естественно, мы лицо компании, и мы должны показывать всем своим внешним видом, либо хотя бы стремиться, если у вас сейчас есть лишний вес, на этом жизнь не закончилась, главное стремиться к улучшению своей физической формы, да, стремиться к тому, чтобы сегодня стать чуточку лучше, чем вы были вчера, и тем более, если вы сейчас обладаете такой крутой информацией, это уже говорит о том, что 80% решения проблемы есть, осталось дело за малым, принять решение, принять решение и идти вперед, так вот, харизматичный лидер, он следит за своей формой, понятно, когда у тебя есть харизма, ты, в принципе, можешь и не обращать внимания на свою форму, но лидер такой, у него будет высокое качество жизни, к сожалению, с лишним весом нет, да, как мне некоторые говорят, ой, зачем правильно питаться, зачем вести здоровый образ жизни, все равно, типа, все помрем, а вот у меня там одна знакомая питалась правильно, не пила, не курила, и в 50 лет умерла, ну, извините, да, ну, просто такие много людей, которые так говорят, я отвечаю на такое возражение, что можно, важно не то, сколько ты прожил, важно качество жизни, можно дожить до 100 лет, быть дряхлой старушкой, а можно дожить до 100 лет, и как вот японцы, да, там, европейцы, ну, там, 80 лет, путешествуют по Европе, да, пенсионеры, почему, потому что качество жизни, вот мы должны людям показывать именно качество жизни, и вот все люди делятся на 4 группы, видите, у меня тут есть такая надпись, герои, аутсайдеры, паразитизм, лидеры, я вам предлагаю нарисовать такой сеть, ось Y, знаете, да, вот у нас идет X, вот у нас идет Y, и та черточка, которая идет у нас вертикально, это будет черточка наших усилий, да, точнее, да, усилий, а черточка, которая будет идти горизонтально, это черточка наших ресурсов, так вот, очень часто наши усилия и наши ресурсы не соответствуют друг другу, и вот, например, есть люди, герои, которые максимально прикладывают усилий на минимальном количестве оставшихся ресурсов, то есть они работают на износ, они такие вот работяги, действительно, вот вы таких знаете людей, там спрашивают за зарплату 15-20 тысяч рублей, ходят на свою работу, начальник сказал, начальник сказал, нужно остаться, да, вот, что эти люди получают, пенсию и так далее, да, потом светлое великое будущее, то есть работа, работа, пенсия и накопительная, да, еще кстати говоря, понимаете, да, смысл, улавливаете, то есть это люди, которые отрабатывают на минимуме своих усилий, уже усилий у них нет, они плачут, да, аутсайдеры, это категория людей, которые плывут по течению, куда ветер дунет, туда и они, да, и как бы ни к чему уже не стремятся, может быть их кто-то, может быть это воспитание, может кто-то когда-то в жизни разочаровал, да, и у них уже опустились руки, эти люди, они живут на минимуме ресурсов и на минимуме усилий, и паразитизм, это вообще такое распространенное явление в наше время, это люди, которые живут за счет чужих ресурсов, на минимуме своих усилий, кто такие лидеры, да, лидеры это максимум усилий и максимум ресурсов, и кого-то я сейчас порадую, кого-то наоборот, оказывается невозможно быть лидером всегда, да, вот замечаете, что часто бывает такое, что появляются топовые лидеры, да, там растущие результаты каждый год, но на какой-то момент эти люди, они немножко выходят на такой период плата, когда нужно переоценку ценностей сделать, да, немножко вложить в свое здоровье, да, эти ресурсы исчерпываются, да, и что подсказал нам Вадим, да, в этом плане, у вас обязательно должен быть план, у вас должна быть цель, которая будет рассчитана на периоды, допустим, вы себе сейчас ставите поработать хорошенько, чтобы квалифицироваться на конференцию на лайнер, да, я думаю, что это достойная цель, и каждый из вас хотел бы оказаться на лайнер. Так вот, ваша задача поставить план на определенное количество времени, допустим, на полгода, и за эти полгода отработать по полной программе, призвать себя в армию, в армию AirPlay, отработать в этой армии по полному, определиться со своими целями, что для вас сейчас в жизни важно, если для вас сейчас важно там свой внешний вид, нацельная заточенность на результат, то планируйте свой день, свою неделю, свой месяц, каталог, исходя из ваших планов и целей на жизнь, да, когда у вас армия эта заканчивается, вы достигли звания, например, там, открыли звание золотого директора, квалифицировались на круизный лайнер, подарите себе деньги, отправьте себя куда-нибудь там отдохнуть, покупите себе какой-нибудь там подарочек, вот что говорил Вадим, он говорил, сейчас, 8 месяцев он работает, пашет, проводит тренинги, на 2 месяца, вот его страсть это горы, на 2 месяца он езжает в горы и он там кайфует, то есть он там не работает, поблагодарили себя за работу, и часто мы суетимся, у нас много действий мы делаем, которые не приносят результат, поехала туда, отвезла заказы тому, 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 хорошо онлайнщикам, они не тратят время на дорогу, они сидят возле компьютера и вещают, но лично по мне, живое общение ни на что не заменишь, конечно же, онлайн это сила, вот, но живое общение тоже, конечно же, имеет огромную роль, так вот, просто онлайн позволяет охватить большие массы людей, стекуляция, охватить большие массы людей, конечно, которые ты так вот в слайне не охватишь, поэтому четко, мне нравится фраза, спокойствие стрелы, летящая в цель, да, у вас есть, вы призвали себя в армию, да, совмещать, везде должна быть золотая середина, и wellness, вот почему мне нравится wellness от компании replay, у нас нет крайностей, у нас везде золотая середина, то есть нам и replay дает понимание wellness очень так спокойно, адекватно, без всяких там перекосов, не в нужную сторону, призвали себя в армию, решили, что я достойна, я понимаю, для чего это буду делать, я принимаю решение, да, мне нужно открыть звание, например, там, старшего золотого директора в 14 каталоге, и конкретно я понимаю, что мне для этого нужно сделать, то есть рассчитать нужно обязательно, Вадим это назвал, конверсия, видите, да, у меня на слайде третий пункт, встречи приносят деньги и рост, что нам в бизнесе приносит, только встречи, только новые люди, да, рассчитать, сколько в день мне нужно проводить встреч, чтобы на выходе у меня в день было, например, там один новичок в день, у меня план, рассчитать, сколько мне нужно провести встреч, чтобы был один новичок, но я думаю, что тут уже все понимают, что это одна встреча и один новичок с нашей системой, с нашими проектами, да, у всех множество сейчас проектов, какие только названия я не встречала в интернете, все действительно, Reflame просто рулит, и я вообще безумно счастлива, что наконец-таки наш wellness будет сиять и пестрить в инстаграме, а то в какой-то момент мне было очень грустно от того, что наши коктейльчики в инстаграме так редко встречаются, наконец-таки мы лидируем, и я думаю, что сейчас пройдет еще полгода, и о wellness от компании Reflame, о его качестве узнает просто весь мир, не только в инстаграме, но и во всех социальных сетях, да, Reflame супер, компания у нас крутейшая, wellness это лучший продукт вообще в мире, и кто мне вот сейчас скажет напротив, я вот с каждым возражением смогу поработать, я думаю, что вы тоже, вот, то есть рассчитать конверсию, сколько вам нужно в день проводить встреч, да, чтобы достигнуть того результата, который вы ставите, призвать себя в армию, и работать, работать, работать для того, чтобы, для того, чтобы квалифицироваться на круизм лайнер, например, заставить мозг работать на себя, иначе он будет обманывать вас, как вот сейчас говорили, это нереально, это невозможно в плане тренировок, все возможно, если поверить, да, все возможно, если есть мотивация, вот, предлагать более дорогой товар, то есть wellness, сегодня вот Вероника, да, сказала по поводу того, что если у человека нет денег, на витамины купите коктейль, да, то есть я согласна, что если возможности нет, то нужно выбирать и купить хотя бы что-то, ну, конечно, все равно витамин, а если нет, но как может быть не быть 120 рублей в день на свое личное здоровье? Я недавно общалась с очень богатым человеком, кстати, благодаря Ари Флейн, да, и получается, мне он сказал такую фразу, да, что сейчас наше время, это, наше время, самое главное, это время, да, это главная ценность, которую нельзя купить, да, и вот кто из вас смотрел фильм, например, «Время», да, с жастливым тимберлэйком, пересмотрите, кто смотрел, посмотрите, кто не смотрел, там люди гонялись за временем, для каждого богатого, для любого богатого человека время – это самая главная ценность, и следом идет, ну, здоровье, естественно, тоже, которое стоит на первом месте, я сейчас всем желаю здоровья, потому что человек, у которого есть здоровье, у него есть все, и пока у тебя есть здоровье, ты можешь изменить просто мир, да, вернуть горы и так далее, и wellness – это та профилактика, да, которая предотвратит человеку, вместо того, чтобы идти в аптеку, отдавать деньги за лекарства, положите свои деньги в свое здоровье, то есть это профилактика и поддержание организма в состоянии абсолютного здоровья, понимаете, где же бюджеты, то, что люди вот тратят, если вам человек говорит, это дорого, я понимаю, что ты планируешь, я так понимаю, что ты планируешь свой бюджет, и для тебя очень важно, куда ты тратишь деньги своего бюджета, так вот, wellness, да, это направление, которое заменит себе аптеку, и помимо того, что ты сэкономишь свой бюджет, ты еще поправишь свое здоровье, я не верю, что у людей не 120 рублей в день, зайдите в магазин, вот недавно после прокачки, значит, захожу в магазин, ищу какой-нибудь полезный перекус, и поняла, что в магазине нет полезных перекусов, взяла кефир однопроцентный, разбавила, вот клубничный коктейль, классно получается на кефир, разбавила кефиром, выпила просто, и поняла, что лучше wellness, перекуса нет, что и кефир стоил, так же, как порция коктейля, ребят, ну, знаете, как, не смешите, у всех есть 120 рублей на свое здоровье, тем более, работайте с теми людьми, у которых есть эти 120 рублей, которые ценят свое здоровье, поэтому это такой мизер, который нужно вложить в свое, как бы, да, состояние, это как топливо, да, топливо, машину заправишь хорошим топливом, будет легче, ваш организм как машина, как завод, так вот, предлагать более дорогой товар, а не циклиться на дешевом товаре, слушайте, ну, есть ютуб, есть ютуб, там можно вести фильм время, и выйдет вся информация, есть гугл, да, очень легко найти этот фильм, не давать скидки просто так, мы часто человеку обещаем такие скидки, такие подарки, и теряется ценность товара, да, заметим, мы в Арифлейм, там, зовем на дисконтные карты, конечно, это классная возможность, но не нужно все продвигать в плане, вот знаете, как сэкономить бюджет, сэкономить бюджет, сэкономить бюджет, понятно, что нужно разговаривать насчет выгод человека, но выгод не только в том, что он сэкономит бюджет, но и то, что он поправит свое здоровье, тем самым сэкономит деньги на бюджет, например, и не отнесет их в аптеку, потому что когда-то для меня было открытие, что я перестала ходить в аптеку и покупать себе там таблетки от горла, антибиотики и так далее, когда 3 года назад приняла решение, что я буду пить в Арифлейм без перерыва, да, каждый день, вот, с этим понятно, да, листаем дальше, мне кажется, что занятие, а нет, еще с Вадимом не закончилось, знаете, оказывается, что люди в день лгут 200 раз, можете себе это сказать, 200 раз по поводу и без повода, некоторые лгут, и все возражения, с которыми мы сталкиваемся в жизни, они делятся на лоз, на объективные и субъективные возражения, то есть объективные, сейчас уже вернемся, да, к теме возражений, а там сейчас внимательно не отвлекаемся, так вот, объективные возражения, это когда вы человеку предлагаете витамины для детей, а у него нет детей, он говорит, у меня нет детей, зачем мне витамины ты предлагаешь для детей, да, то есть ему нужно предлагать то, что потребность какая есть у него, субъективные, это когда конкретно есть причина, почему он вам возражает, и эти возражения субъективные, они делятся на истинные и на ложные возражения, вопрос, идет следом ответ, то есть вы предлагаете, он ответ, то есть его возражения появляются, и вы должны задать ему открытый вопрос, для того, чтобы выявить, и наша задача общаться с людьми так, чтобы выявить возражения, истинное возражение, понятно, да, то есть он может вам миллион возражений говорить, там, вы, например, да, надо раскрыть его потребность, да, его нужду, за что его можно зацепить, и ваша задача обходить возражения его до тех пор открытыми вопросами, пока он не повторит одно и то же возражение несколько раз, и потом с этим возражением нужно поработать, называется метод лабиринт, почитайте про этот метод, например, он вам говорит, я не могу продавать, вы ему отвечаете, ладно, я поняла, я тебя услышала, но давай опустим вопрос того, что ты не умеешь продавать, потому что, ты знаешь, я сама продавать никогда не умела, и, если честно, всегда было оно, ассоциация с продажами, негативно, но у меня есть такая книга волшебная, которая подробно обучает продажам, даже не продавая, скажи, помимо этого момента, есть еще что-то, что тебя смущает, и человек начинает думать и говорить, ну, например, там, есть, да, или если, да нет, в принципе, кроме этого момента, возражений нет, что можно на это ответить, отлично, давай тогда я тебя познакомлю, например, с книгой продаж или со своей системой работы, которая учит тому, как продавать, не напрягаясь, или там, не продавая, к примеру, понятно, да, то есть, вот он нас учил отработки этих возражений, я думаю, что это занятие еще будет в онлайне, и каждый из вас сможет посмотреть. Каждый день после занятий, представьте, в 7 утра был подъем, ой, в 6.40 был подъем, в 7 утра у нас уже было в 7.20 тренировка, через час у нас был завтрак, потом, после завтрака у нас проходил первый тренинг, перекус, второй тренинг, обед, после обеда была еще одна тренировка интенсивная, после тренировки были интервью, для меня это было, наверное, самое большое испытание, это когда тебя спрашивают, что тебя ждет, что ты ждешь от проекта, а ты не понимаешь, что ты первый день сюда приехал, и вообще не понимаешь, что с тобой происходит, для меня это, конечно, был огромный стресс, и вот, знаете, у всех участников были срывы, вот у меня он произошел в первый день, но потом, слава Богу, все произошло, я настроилась, да, и все прошло, и на восьмой день мы уже понимали, что скоро все закончится, и было вроде желание поехать уже домой побыстрее, а с другой стороны мы понимали, что такое больше в нашей жизни не повторится, и ловили каждый момент, все эти знания, которые нам давали, впитывали, да, как быстро, так же и вы, да, вот сейчас, сейчас идет прокачка, впитывайте все, что вам будет об этом, что будут нам давать, вот, вот, такая замечательная у нас была команда, десять человек, все классные ребята, я думаю, что за многими из них вы уже наблюдаете в инстаграме, листаем дальше, немножко фотографии растянутые получились, Мария Голосковская развеяла нам очень много мифов про правильное питание, про то, как должен выглядеть наш рацион, потому что действительно я уже давно увлекаюсь правильным питанием, и для меня даже очень много открытий было по поводу, по поводу питания, и вот мы должны человеку дать понять, что wellness – это дополнительное питание, это образ жизни, да, и вот на занятиях Марии мы рассматривали очень много тем, я думаю, что они будут на сайте, это были такие темы, как жиры, углеводы, переедание, диеты, гликемический индекс, оказывается, почитайте, есть гликемический индекс, есть гликемическая нагрузка, wellness, ворифлеев 2009 года, даже я помню, это получается уже, ну, 8 год, если правильно, 8 год, вот, такие были мастер-классы, мастер-классы были на кухне, мастер-классы были на природе, мы готовили 3, всего 3 было блюда, мы готовили 3 мастер-класса, первый мастер-класс, я с вами сейчас поделюсь даже информацией, так что готовьте листики, ручки будете записывать, второй мастер-класс у нас был, мы сделали морковные маффин, и третий, мы делали классную закуску, я думаю, что вы посмотрите, это потом уже на сайте. Так вот, нам оказывается, у каждого есть норма, да, вот белков, жиров, углеводов, и в зависимости от того, какую цель вы заследуете, так в вашем организме распределяются эти, пишите вас, фотографируйте этот слайд, это норма на килограмм веса белков, жиров и углеводов, каждый себе рассчитает, а сейчас, когда закончится вебинар, сколько вам нужно белков, жиров, углеводов вашему организму. А как рассчитать калорийность продукта? Показывается белок, это 4 килокалории, углеводы 4, и жиры, это 9 килокалорий. Фотографируем, и я перелистила, да. Уже можно, да, сфотографировать? Если что, найдете в интернете. Как рассчитать калорийность продукта? То есть белок, это у нас 4 килокалории. Углеводы это 4 килокалории, жиры 9 килокалорий. Что у нас получается? Если вы весите, допустим, да, там, 55 килограмм, то на каждый килограмм веса вам нужно 1 грамм белка, 1 грамм жира, берем по минимальному порогу, даже лучше 0,8, ну ладно, пусть будет 1, и 3 грамма углевода. Получается, что человеку, который весит 55 килограмм, нужно 55 грамм белка, 55 грамм жира, и умножить, это сколько? И рассчитать углеводы. То есть получается, мы умножаем белок на 4 килокалории, что весит 1 грамм белка, умножаем на 9 килокалорий, тут у меня опечатка не грамма, а килокалорий жира, и 4, видите, умноженные углеводов, это тоже килокалории. Мы умножаем 3 грамм, 3 на 55 и потом на 4 умножаем. Получается, что в день такому человеку нужно получать из белка 220 килокалорий, из жира 495 килокалорий, из углеводов 660 килокалорий. И всю свою еду нужно распределить, вот эти килокалории нужно разделить на 5 приемов пищи, это обязательно. Завтрак, перекус, обед, перекус, ужин, если не в моготу, то же перед сном перекус, у нас это был кипит. Вот. Рассчитали, исходя из весов канита, рассчитали, посмотрели, сколько ваш организм тратит в спокойном состоянии, примерно, ну, там, у меня это, а, тут у меня нет этого слайда, у меня это 1360 примерно килокалорий, мне нужно разбить на завтрак, на обед и на ужин, при учете того, что я хочу, например, даже похудеть немножко, да? Вот. То есть вы это все рассчитаете потом уже в домашних условиях, суточную норму белков, жиров, углеводов и ваше БЖУ. Исходя из этого, рассчитайте себе индивидуальное меню. Но в этом вам поможет программа есть такая, замечательная, ее может каждый из вас скачать, я вам сейчас напишу. Называется MyFitness, сейчас, секундочку, MyFitnessPal. Эта программа в ней очень удобно работать, она показывает, как раз-таки, как вам это все дело рассчитать, сколько вам нужно килокалорий в день, и какое блюдо, сколько килокалорий дает, сколько белков, жиров, углеводов. Самое классное, что в этой программе есть продукция ВЭЛ. И там можно найти коктейль, наши батончики, все, что угодно, есть в разделе, в меню, добавляете и фиксируете в этом перекус, в обед, в ужин, рассчитаете. И для меня было открытие, что есть продукты, которые мы очень любим. И эти продукты можно готовить по-разному. Вот мы все любим котлетки, да, ну, все любят котлетки. Эти котлетки могут быть правильного питания, котлетки, а могут быть домашние котлетки. И вот представьте, если приготовить котлеты ПП, да, правильного питания, то в них будет всего лишь 145 килокалорий. А если добавить в котлетку лист, то банан, молоко, масло, пожарить их на масле, то получается 400 калорий. И мы переедаем лишних 250. Представляете, какой кошмар. И так из каждого меню. Вот уже Вероника показывала, мне понравился очень слайд, где обед человека был в 700. Это еще хорошо, если в 700? А вот представьте, возьмем суп, например, не наш, а обычный суп под жарочкой такой, да, там, с этим, с говядинкой там, или с курицей, не знаю, с картошкой. В этом супе будет, в одном только супе, примерно, 400 килокалорий, минимум. Суп, отбивная по-французски, жареная картошка, либо белый рис, компотиком запили, да, и на десертик съели еще торты. В таком обеде 1000 килокалорий. Я вот хожу в столовую возле Волфиса, у нас классная столовая, но сейчас я хожу в нее реже, потому что мне удобнее готовить дома ту еду, которую я контролирую и знаю, что там внутри. Поэтому в столовую сейчас иногда хожу, но все равно, конечно же, уже мое меню, что я готова там есть, оно сократилось. Поэтому готовим дома, готовить дома легко, оказывается, правильное питание, оно действительно может быть вкусным, и поверьте мне, разница между котлеткой ПП по вкусу и котлеткой домашней, если еще взять в учет то, что вы будете поддерживать свою суперформу, разницы нет. Она такая уже вкусная, вы добавляете туда овощей, ну, в рационку, сейчас об этом поговорим. Сфотографируйте этот слайд и так во всем. Есть мороженое ППшное, да, можно приготовить. Можно приготовить, вот я сейчас с вами поделюсь рецептом, да, классных оладушков, которые я сейчас делаю практически себе каждое утро. Вот, рецепт ППшные оладьи, мы их готовили. Вы увидите потом видео с этого дня. 45 грамм полдяной муки, 25 грамм овсяной. Все эти продукты продаются в магазинах правильное питание. После проекта я поняла, что я теперь шапоголик правильной еды, и, конечно же, Велмус мне в этом помогает, потому что я даже делаю оладьи на основе коктейля Велмус. То есть я вместо муки добавляю туда шоколадный коктейль вот недавно. Получается невероятно вкусно. И представьте, в этом составе нет вообще сахара, нет ничего вредного, нет ничего такого, что навредит вашей фигуре. В магазине везде продается, продейтесь по магазинам, в гипермаркетах, амошаны, магниты. ПП – это правильное питание. В общем, в магазинах обычных гипермаркетах есть мука, нутовая, овсяная, миндальная, полдяная, гречневая мука. И эта мука стоит в районе 60-70 рублей, поэтому это уже продается на каждом шагу и есть дефицит. Добавили 40-50 мл кефира однопроцентного. Сахар в стевию заменили. Это натуральный сахарозаменитель растения, которое не вызывает привыкания и никак не отражается на вашем организме. То есть стевия не вредный продукт. Купите обязательно стевию, добавляйте ее везде. В выпечку, в кашу, да, вот что не может без сахара, особенно для спорта ежа. Сфотографировали рецепт, сначала смешиваем. Есть мука такая везде, Арина. Есть такая мука, просто нужно обращать на это внимание. Во что, в Магнитогорске нет Ашана, а там, я не знаю, Перекрестка, или вообще есть сайты, на которых можно заказать продукты правильного питания. Можно найти, я потом поделюсь с вами, я дальше скажу, как подписаться на меня в Инстаграме, я поделюсь, как назвать этот сайт. Мы записывались, договорились, у кого нет. Можно, да, я коктейль как-то добавляла, я его не под, ну, сахар, стевию не добавляла. Тогда без коктейля добавляю стевию. То есть мы берем все ингредиенты, все их смешиваем, потом добавляем белок, добавляем кефирчик, все это смешиваем, капельку маленькую оливкового масла, желательно масла вообще нигде не добавлять, да, и перейти на оливковое, либо на льняное, либо из кунжутового масла. Сейчас еще какое-то есть масло, забыла уже. Вот, и маленькую капельку, можно даже не добавлять, на обычной сковородке, поджарили без ничего. Через 3 минуты у вас готовы, готовы вот такие прекрасные оладушки, которые вы видите на картинке. Белок отделяем от желтка, это яйцо, яйцо, понятно, да? Вот, получается я белок. Корицу для вкуса, а начинку мы йогурт обезжиренный, в котором, кстати, йогурт обезжиренный полезнее, чем домашний. Там больше питательных микро-макро-нутриентов. А вот, стевию, ванилина, ягоды по вкусу добавили, у вас получается супер, только маслом мы не увлекаемся. В одной ложке масла, у нас был повар, и повар добавлял одну ложку масла на блюдо всей нашей бригады. Можете себе представить? Вот такой вот рецептик ппшных оладушков, можно запить нашим прекрасным коктейльчиком, и получится замечательный завтрак. Как вы понимаете, правильное питание – это не дефицит халорий, да? Это не дефицит, это не ограничение своего рациона. Это правильное питание, оно может быть красивым, оно может быть вкусным, просто нужно это понять. Да, это не голодание. Организм не должен вас ни в чем нуждаться. Правильное питание – это восполнить дефицит всех микро- и макро-нутриентов, в которых нуждается ваш организм, да, белков, жиров, углеводов. И в этом нам помогает наша, конечно же, продукция Wellness, потому что у нашей продукции Wellness очень хороший состав, да, белков, жиров, углеводов. И мы получаем из продукции Wellness минимальное количество калорий, максимальное количество белка и нужных углеводов. Для меня было открытие, что, оказывается, любые белковые диеты – это огромный вред для организма. И для того, чтобы белок усваивался, нужно употреблять в пищу углеводы. Но углеводы полезны. Вот вы на картинке видите рис черный, который очень полезный и в котором содержится много антиоксидантов и аминоразличных тислот, которые нам нужны. Оладушки мы жарим, естественно, можно… Ну, жарим, да, оладушки мы жарим, там и сырники можем запечь, но без масла. Вот такое у нас было меню. Конечно, дома ты так не подготовишь. Коктейля добавляла ложку, делаю на глаз и делаю, если вы делаете на семью, то вам больше. Я делаю на себя. Вот. То есть, получается, вот такое у нас было крутое меню с добавлением продуктов в Велмос. Каждый обед у нас был супчик. А в течение перекуса у нас были в качестве коктейля. Батончики. Сильно не увлекаемся. И вот знаете, что мне Маша понравилось, сказала? Она нам дала такое правило 70 на 30. Если вы хотите перестроиться на образ жизни в Велмос, это не значит, что вы навсегда забыли, что такое торты, торты, да, что вы не знаете, что такое там, не знаю, какие-то вкусняшки и так далее, что у вас нет праздников. Это не значит. Есть правило 70 на 30. Ты 70% себе делаешь правильное питание, да? И 30% ты себе позволяешь радоваться жизни, да? Суши, роллы приравниваются к бургерам. То есть, одна порция ролл – это как бургер. Так, я обожаю роллы, и для меня это была плохая новость. Но теперь это мои 30%. То есть, это не значит, что мы какие-то зомби, что мы фанатики, что мы не можем ничего себе позволить, да? Если у нас цель есть определенная, мы ставим сейчас снижение веса. Естественно, это будет не… Ну, поначалу это будет все 100% актуальное питание. Когда вы уже получите результат и немножко раскочегарите свой метаболизм, то… Ой, зависло, да? Слышно ли я? То тогда уже можно придерживаться правила 70 на 30. Листаем дальше. Вот такое меню. Но там, где вы видите два кусочка хлеба… Забудьте, Ирина, что такое роллы. У нас есть замечательное… Замечательное wellness-меню. Да, срываться нельзя, не нужно себя жестко ограничивать. Поэтому, как вы видите, по фотографиям жесткого ограничения у нас не было. Мы получали все, что хотели. Нам было очень невероятно просто вкусно. И есть сейчас множество рецептов, страничек по правильному питанию. Изучайте, чтобы у вас не было стресса. Хотя любой… Если организм… Для того, чтобы организм получил результат, нужно его заставить зайти в состояние стресса. Только можно, если похудеть… Ну, не устали. Все, уже, походу, мозг у меня это. Короче, для того, чтобы ухудеть, ребят, нужно себя вовлекать в состояние стресса. То же самое, что для того, чтобы расти по карьерной лестнице, нужно себя вытащить из зоны комфорта на какое-то время. Видео зависло и у меня почему-то. Не знаю почему. Ладно. Не важно. Главное – это звук. Вот такая у нас была команда. Замечательная команда белых, команда фиолетовых. Мы просто работали на пределе своих возможностей. Было очень сложно. Кто-то растер руки в кровь. Кто-то там падал в обморок. Но, тем не менее, мы все выиграли после этой эстафеты супер торм. И вот это были наши 30%. Так что, потом завершение велнос-прокачки. Ну, кстати, мы от торта даже не получили никакого удовольствия. Мы его съели. После того, как мы его съели, мы даже расстроились, что мы его съели. Вот. Потому что, ну, даже не хотелось ничего уже такого. Настолько перестроились. Я вот такое чувство, что я с прокачки приехала, как из какого-то санатория. У меня организм даже не хочет ничего вредного. Насколько важна привычка, да, выработать себе привычку правильного питания. Когда вы выработаете, вы не будете так рассуждать. Ой, так можно и сорваться. Это вредно. Тра-та-та. Вы просто поймете, да, и это будет вашим образом жизни. И вот Маша, например, диетолог, она вообще даже этот торт, когда увидела, ее, извините, перекосила, и как бы она даже его не ела. Она говорит, все накинулись, а я даже не ела. А смысл, говорит, мне его не хочется. Ну, согласитесь, то, что там сейчас, ну, она нам говорила, я вам дала рецепты правильных нескольких продуктов, и то, что они были вкусные. И мы, как бы, были, ну, согласны с ней, что морковный маффин был ничуть не хуже, чем этот торт. Вот. Но мы даже половину торта отдали организаторам, то есть на 10 участников мы не съели весь торт. Мы половину подарили организаторам, половину по маленькому кусочку мы съели сами. Нам в конце выдали вот такие, кстати, цикаты. Приезжал Юрий Михайлюк, приезжал, ну, руководство компании. Было очень круто, было очень классно. И каждому из вас, наверное, интересно, как вам создать, как вам создать такую же, такую же прокачку в своем городе, да? Интересно? Сейчас каждый из вас может подписаться на мой инстаграм и следить за тем, как я делаю и как я организовываю эту прокачку у себя в Ростове, да? То есть мы уже начали, мы уже, у нас уже прошло 5 тренировок в Ростове, тренировки все я беру и с той информацией, которую нам давала Елена, и с той информацией, которую я нахожу на Ютубе. То есть эта информация открыта, ее никто не скрывает. Каждый из вас может ее при желании найти. Подписывайтесь на мой инстаграм, там я буду делиться какими-то своими фишками, наработками. Я захожу на тренировках всегда в Перескоп, и вы можете наблюдать за тем, как у нас проходит тренировка. Вот, а потом, совсем скоро я хочу запустить этот проект в режиме онлайн, и я буду загружать видео по занятиям, там, например, жиры, углеводы, БЖУ и так далее. Я буду загружать на канал Ютуб, вот, и вы все можете это увидеть, можете взять себе на заметку, применять эти знания и внедрять это в своих клубах. Главное сейчас стартануть каждому из вас, да? То есть не ждать у моря погоды, не ждать там пинка, толчка спонсора. И взять, принять для себя решение, то, что компания Reflame дает нам такие возможности, она вкладывает в нас миллионы. Просто такие огромные деньги стоил этот проект, мы даже не можем даже сложить и посчитать. Поэтому это инвестиция во всех нас. И каждый из вас может использовать эту инвестицию, а может и не использовать, понимаете? Поэтому я вам предлагаю призвать себя в армию, призвать себя в армию, каждый определит себя сам, а для чего, срок, на какой период вы это делаете. И начать прокачку своей команды. И начать, конечно же, с себя и со своей организации. С чего начать? Я думаю, что это должны быть и теоретические занятия, и практические занятия. То есть, да, вы пока что там не тренировали, у многих техника хромает, те же приседания можно выполнять и нанести вред своему организму, да? Поэтому, может быть, прежде чем начать тренировать людей, возможно, нужно нанять тренера или поставить технику себе. Просто я давно занимаюсь, я знаю там, как нужно приседать и так далее. Поэтому каждый из вас, сам уже в зависимости от своей подготовки, будет решать, как ему сделать. То есть, у меня как проходит волоски? Это, значит, среда, суббота у нас занятия. Пока что мы договорились прямо напротив нашего сервисного центра с площадкой школы спортивной. Мы там занимаемся. Я купила колонку, которая качает на всю улицу, просто нас там смотрят, оборачиваются. Всем интересно, чем мы там занимаемся. Вот, то есть, мы под музыку делаем эти упражнения. Ну, вот, перед скоб захожу, кто видел уже, как у нас это все проходит. Мне очень нравится формат. Я прям, ну, мне кажется, мечтала уже давно это запустить. И вот волос-прокачка для меня стала таким толчком. Вот, то есть, среда у нас с 6 до 7. Это диагностика. Приходят люди, кто еще не успел пройти диагностику. Мы их измеряем на весах, записываем показатели, даем задание измерить талию, бедра, обхват ноги, вот где ляжка и обхват руки. Вот эти показатели, да. Он сам записывает себе это на листик. Я думаю, что еще как бы не определились, но его показатели на Танита будут лежать у меня. Да, то есть, я себе оставляю табличку, анкетку Танита его, результатов. И у нас 12 недель. Так же, как вот сейчас проект будет идти, так же у нас будет идти прокачка в Ростоль. Вот. И для регионов я сейчас буду запускать, и как бы, буду вообще-то удобно, запускать эти занятия онлайн и тренировки онлайн. То есть, я сейчас уезжаю после прокачки, как бы, да, там отдохнуть. Поэтому мне сейчас нужно, я там буду работать, я буду записывать ролики для этого проекта, буду записывать тренировки. И каждый из вас может тоже увидеть мои вот эти занятия. Так что давайте там дружить, подписывайтесь, делитесь опытом, тоже может быть кто-нибудь может чем-то поделиться. Вот. И по субботам у нас проходит именно клуб в такой форме теория, плюс диагностика, плюс дегустация. И после этого тренировка. Клуб идет с двух до четырех, первый час мы проводим диагностику, и я даю какое-нибудь занятие. Допустим, вот на прошлой неделе было БЖУ, да, как рассчитать себе индивидуальное меню, сколько нам нужно калорий и так далее. Следующее занятие будет белки, следующее будут углеводы, потом будут жиры. То есть, следующее занятие у нас будет уже в режиме онлайн пока. Но вообще, система такая, что два раза в неделю, две тренировки в день, плюс даю участникам прокачки задания утром натощак заниматься перед завтраком у себя там во дворе, либо дома для лучшего эффекта. Так что вот так вот работаем. И вам рекомендую начать стартануть уже сейчас. Все есть в интернете, все можно узнать. Всем спасибо за внимание, рада была быть полезной. Всем желаю удачи, начните с себя. Спасибо за супер работаем над этим. Вот, поэтому я думаю, что у каждого из вас, если вы просидели сейчас на вебинаре целых два часа, я думаю, что у вас обязательно получится прокачать свой мозг, самое главное, свое тело и свой бизнес, конечно же, в компании Арифлэй. Всем пока, всем удачи. Подписывайтесь на инстаграм.